Здравствуйте! В эфире программа ДПС. Меня зовут Анастасия Бойко. И в начале выпуска о главных темах. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Водитель Скани и поздно вспомнил. Водитель Скани и поздно вспомнил, что надо пропускать машины с преимуществом. Мужчина вырулил со второстепенной дороги на федеральную магистраль, но уже не было возможности предотвратить столкновение с КАМАЗом. Последний автомобилист сильно травмирован. У него рваные раны на голове и ногах. Инициатор аварии был трезв. Два человека попали в больницу с отрясением мозга после ДТП в Ленинском районе Новосибирска. Мужчина на Волге двигался в направлении Немировича-Данченко, но отвлекся. Газ врезался в Мазду, а Демио от удара отбросило в попутный Киарио. Дама из Мазды и ее пассажир некоторое время проведут под присмотром медиков. Несколько лет тюремного заключения грозит водителю Приоры. Суд состоится после того, как злостного нарушителя выпишут из больницы. Поясню, недавно мужчину лишили прав за пьянство, но он снова сел за руль и поехал из мочищи в локти. По неизвестной причине что-то пошло не так, седан вылетел в кювет. Инспекторы предложили пострадавшему пройти тест на трезвость, но согласия так и не получили. Пришлось оформить протокол по суровой 264 статье. На Красном проспекте обустраивают новую бесплатную парковку. Она предназначена прежде всего для родителей, которые привозят детей в клиническую больницу. Уже в ближайшее время там сделают безопасный подъезд к медицинскому учреждению. Со стороны улицы Спартака появится площадка для людей с ограниченными возможностями. Там будут пандусы и кнопка для вызова помощи. Заасфальтировать проезжую часть обещают уже в ближайшие дни. Кстати, на участке заменили бордюрные камни и сейчас работающие выкладывают плитку. На дороге рядом с детской клинической больницей поставили камеру видеофиксации, а на следующей неделе смонтируют светофоры. Другим темам в Госдуме предложили запретить блокираторы замков на ремни безопасности. Из такой инициативы выступили депутаты из Ленинградской области. Специалисты считают, что водители рискуют собственной безопасностью, пытаясь обмануть административный кодекс. Ведь подобные заглушки не являются штатной деталью машины и их использование никак не регулируется ПДД. Однако, если рассматривать аварии, которые происходят на трассах, то чаще всего серьезные травмы получают именно те, кто не был пристегнут. В момент столкновения скорости двух машин складываются. Но мы продолжаем выпуск. С 1 ноября в России начнет действовать еще один закон об ОСАГО. Аварию можно будет оформить через мобильное приложение. В таком случае автомобилистам не придется вызывать экипаж ДПС и заполнять бумажные документы. Достаточно сформировать электронное извещение и перенаправить его на портал госуслуг. Страховщики сами получат информацию о столкновении и рассчитают стоимость ущерба. Приложение перед запуском протестируют в крупных городах страны. Ну а до 2021 года все операторы технического осмотра должны пройти переаккредитацию и рассчитать пропускную способность каждой станции за один рабочий день. Министерство транспорта намерено установить лимит на количество машин, которые можно проверять ежедневно. А специалисты по новым КОСТам должны будут смотреть газовое оборудование, установленное на транспортных средствах, проверять диагностические карты, ну и осуществлять привычный осмотр. Например, сверять номера кузова, шасси, рамы, кабины и других элементов конструкции. Казалось бы, дополнительное ужесточение – это благое дело. Однако в некоторых регионах России может возникнуть дефицит страховых полисов. Потому что не все компании смогут пройти аккредитацию, соответственно, они не будут выдавать диагностические карты. А без этого документа нельзя получить страховку. Между тем, в России появилась первая многотопливная заправка. Там продают как привычное топливо типа АИ-92, 95 и 98, так и сжиженные углеводные и природные газы, пропад бутан и компримированное топливо, то есть сжатый газ. АЗС открыли в Челябинской области. Местные власти уверены, что заправка будет пользоваться спросом как у жителей города, так и среди туристов. Особенно у тех, кто заправляет машины газом. Этот вид топлива считается экологически чистым, но в стране мало заправок, которые бы его предлагали. Далее в выпуске рубрика «Две беды» – это кадры аварий, которые попали в объективы камер видеорегистраторов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну а сейчас в выпуске мировые новости. Оказалось, автомобили Tesla не так совершенные, как их пиарят. Накануне несколько сотен машин не завелись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А еще в некоторых оказались заперты водители и пассажиры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У некоторых владельцев дорогих машин есть смарт-брелки, либо же дополнительный комплект ключей в кармане. Такие смогли выбраться, а остальным же пришлось ждать помощи примерно три часа. Постяком случае, пока компьютерные гении не устранили поломку. Примечательно, но машины были заблокированы по всему миру, а не только за рубежом. Кстати, в Новосибирске на учете в ГИБДД стоит всего одна Tesla, но связаться с ее владельцем не получилось. Меж тем, аэродром в Германии временно переделали в парковку. Там хранят Мерседесы представительского класса, в которых обнаружили дефекты. Один из зарубежных телеканалов даже опубликовал видео, на котором, по предварительным подсчетам, видно почти 40 тысяч новых автомобилей модели GL и GLS, а также C и E-класса. Причины, по которым иномарки списали, производитель не озвучил, однако пресс-секретарь автоконцерна заявил, что временное хранение дефектных транспортных средств на таких взлетных полосах – совершенно нормальный процесс. Примерно 10% аварий, которые происходят на трассах, связаны с внезапным появлением животных на проезжей части. В большинстве случаев водителям не удается избежать столкновений, травмы получают как люди, так и братья наши меньшие. Однако житель Бельгии смог вовремя среагировать на котенка, который настолько испугался дорожного шума, что как вкопанный замер на середине скоростной магистрали. Спасательная операция попала на видео случайно. На шлеме байкера была установлена камера GoPro. Мотоциклист за доли секунды заметил рыжего зверяка, резко вывернул руль, а затем притормозил и начал останавливать попутные машины, чтобы они не раздавили котенка. Теперь Барсик, как большинство назвали бы котенка в России, или же Фелис, как предпочитают бельгийцы, будет жить в доме мотоциклиста. Ведь настоящего хозяина найти не вышло. На этом пока все. Если вы стали свидетелем аварии, присылайте записи с телефонов или видеорегистраторов на почту, а также подписывайтесь на аккаунт программы в Инстаграм. В студии работала Анастасия Бойко. До скорой встречи в ДПС на ОТС.